Брат против брата пойдет. В Европе будут править мусульмане. Люди побегут из южного полушария в северное. Три страны сблизятся. Китай, Индия и Россия. А вы ни о чем не думаете. И не видите, что вас ожидает. Финансовый кризис, война в Сирии, хаос в Европе. Все это провидица Ванга предсказала еще много лет назад. Ждет ли человечество Третья мировая война? За какой ресурс в ближайшие годы будут сражаться великие державы? И какие испытания ждут Россию? Строительный кран обрушивается на здание главной мечети в Мекке-Аль-Харам. Мгновенно на месте погибают больше ста человек. Спустя две недели здесь же, в Давке, во время праздничной молитвы погибают еще около тысячи мусульман. Мекка – священный город, центр паломничества. Именно в сторону его главной святыни, Каабы, поворачивается каждый мусульманин во время молитвы. Трагедии в священном городе потрясли всех, независимо от вероисповедания. А мусульмане увидели в ней знамение. Верующие помнят предсказание, описанное в хадисах. О том, что апокалипсис придет с Ближнего Востока, говорили многие провидцы. И даже самая яркая звезда среди прорицателей 20 века – Ванга. Она так говорила, я вижу, на ваше будущее будут бушевать бури, тайфуны, ураганы, землетрясения. Людям придется жить без еды и одежды. Будет ли Третья мировая война? Что говорила об этом Ванга? Какие предсказания великой провидицы уже сбылись? А каким только предстоит стать нашей с вами реальностью? А главное, что нужно делать людям, чтобы не допустить ее страшные пророчества? Село Рупите – это самый отдаленный уголок Болгарии, почти на границе с Македонией. Именно в этом крохотном местечке Ванга произнесла большую часть своих предсказаний. Она часто просто сидела у ворот, и каждый, проходящий мимо, ощущал исходящее от нее цепь. В этом доме Ванга предсказала избрание и убийство Инделеганди. Провидица знала даже такую мелочь, как цвет платья, которое премьер-министр Индии наденет в день трагедии. В этих стенах Ванга предсказала приход к власти Горбачева и развал Советского Союза. Часто слова болгарской предсказательницы казались чем-то невероятным. Например, многие не верили, что 44-й президент США будет темнокожим. Это, как мы видим, уже сбылось. Баку, Азербайджан. Именно здесь мы отыскали женщину, которая считает себя последовательницей болгарской ясновидящей. Галина Багирова говорит, в предсказаниях Ванги о президенте США было уточнение. 44-й черный президент, как говорила Ванга, станет последним. А реальность такова. Недавно на сайте Белого дома появилась петиция с инициативой упразднить должность президента США. Правда, нужного числа голосов она не набрала. Теперь сбор подписей идет под петицией об импичменте Барака Обамы. Ученые подсчитали, что почти 70% предсказаний болгарской ясновидящей сбываются. Подруга Ванги, целительница Людмила Ким уверена, что правдивы все сто. Просто ее пророчества довольно сложно истолковать сразу. Например, только в день теракта в Нью-Йорке люди поняли, что Ванга предсказала и это. Вот она говорила про то, что железная птица заключена, значит, Близнецова, это вот как раз имелось в виду это. Москва, Ленинская библиотека. В пыльных архивах периодики мы нашли несколько выпусков российско-болгарского альманаха «Дружба», которым больше 30 лет. В то время публикации пророчеств Ванги еще не имели большой популярности. Советские читатели их равнодушно пролистывали. Если бы они знали, что в таинственных строках зашифровано наше будущее. О почти забытой прорицательнице снова заговорили, когда на Майдане вспыхнула оранжевая революция. Украина раскололась. Между братьями по крови началась непримиримая вражда. Только теперь стало понятно, что имела в виду Ванга, когда произносила эти слова. Все чаще вы будете встречать людей, которые глаза имеют, да не видят. Уши имеют, да не слышат. Брат против брата пойдет. Спустя 28 лет, после того, как предсказание Ванги зафиксировала в своих записях писатель-исследователь Бойко Цветкова, Украина погрязла в братоубийственной войне. Сейчас никто не может с уверенностью сказать, когда в этой стране наступит мир. Был ли ответ у Ванги? Было пророчество Ванги о том, что народы все восстанут брат на брата, даже ближние народы будут друг с другом воевать, там за что-то непонятно за что. Вот потом все эти воины с ней зайдут на нет, и те государства, которые даже раньше отделялись от России, потом они вновь к ней присоединятся. Об отношениях России и Украины Ванга рассказала и журналисту Сергею Косторнову. Удивительно то, что она говорила про Украину, про Крым, про отношения с Западом, когда нужно будет, мягко говоря, переобуться и перестать слушать волю Америки, стать самостоятельным государством. С годами пророчества Ванги все меньше походят на совпадение. Войну в Сирии, стране, в которой провидеться никогда и не бывало, Ванга предсказала еще в 1979 году. Тогда никто не мог предвидеть военный конфликт такого масштаба. Судите сами, это Сирия всего каких-то 4 года назад. А это Сирия сегодня. Ситуация в Сирии сегодня может развиваться так, что там вспыхнет мировая война. А там 20 стран участвуют. Даже говорю, Австралия экзотичная тоже почему-то решила побороться с терроризмом на сирийской территории. Вот что попало в объектив камеры всего в двух сотнях километрах от столицы Сирии. Древнейшая святыня. Город Пальмира гибнет от рук боевиков исламского государства. То, что стояло почти две тысячи лет, пало к ногам религиозных фанатиков-экстремистов. Древний амфитеатр превратили в площадку для массовой казни. Регион стирает с лица земли война всех против всех. А вот что говорила об этом Ванга. Люди разделятся по признаку веры. Древнейшее учение придет в мир. Меня спрашивают, скоро ли придет это время. Нет, не скоро. Еще Сирия не пала. Сирия рухнет к ногам победителя. Но победитель окажется не тот. Это предсказание записала за Ванга ее племянница, Красимира Стоянова. И записи сохранила. Впервые на русском языке эти строчки опубликовали 25 лет назад в том самом русско-болгарском журнале, который наша съемочная группа отыскала в Ленинской библиотеке. Ее многие спрашивали, а когда же будет апокалипсис? Ванга говорила, не скоро, не скоро. Еще Сирия не пала. Вот эта загадочная фраза, еще Сирия не пала. Тогда, в те 80-е годы, нам многими вообще не понималось. Многие вообще не понимали, о чем идет речь. Почему должна Сирия пасть? Но вот сейчас события в Сирии, они вплотную как бы подходят к апокалиптическим временам. Значит ли предсказание, что именно с этой страны начнутся тяжелые времена для всего человечества? Это, в общем, отголосок еще евангельских рассуждений, согласно которым последняя битва, борьба со злом должна пройти среди прочего в землях, входящих в нынешнюю Сирию. Сириец Абдулла Иса уже несколько лет работает в России. Ему повезло. За тем, что происходит на родине, он наблюдает со стороны. Мужчина рассказывает, предсказание Ванги в Сирии широко известно, но раньше в эти слова никто не верил. Когда мы читали о высказывании Ванга, это было смешно, на самом деле. Если Сирия остается местом для войны между великих и региональных держав, то могло, на самом деле, начать третью мировую войну. Сирийцы бегут из страны, охваченной войной. Они тысячами гибнут в дороге. Средиземное море уже называют братской могилой. Они неделями осаждают границы Евросоюза. Это невероятно. Но великое переселение народов Ванга тоже видела. Люди побегут из южного полушария в северное. В Европе будут править мусульмане. Будут конфликты на Ближнем Востоке. Конфликты из-за денег, из-за нефти. Я вижу, говорит, потоки людей, бегущих оттуда. Это война. Люди одной веры все сильнее ожесточаются против людей другой веры. Вот как видела это время болгарская прорицательница Ванга. Судите сами, была ли она права. Несчастье навалится отовсюду. Люди будут ходить без обуви и без одежды. Жить без еды, топлива и света. Справится ли Европа с таким наплывом незваных гостей? Пока это сотни тысяч человек. А если будут миллионы? Есть прогнозы, что к середине нынешнего столетия порядка 50% населения крупнейших городов Европы, таких как Париж, Брюссель, Берлин, Лондон и другие, будут населять граждане исповедующие ислам. Сегодня очевидно. Все, что сказала Ванга о странах Евросоюза, уже происходит. А то, что объединялось, рассыплется на кусочки. Это будет рядом с Россией. Пока одни мусульмане бегут от войны, другие со всего света стекаются в Мекку просить о мире. В этом году небывалый наплыв паломников. Давка привела к трагедии в святой день Курбан-Байрам. Более 700 погибших. С каждым сотрясающим землю событием толкователи все больше и больше боятся ее самого главного предсказания. Ведь если Ванга увидела Украину, Сирию и даже потоки беженцев, значит и остальные ее пророчества сбудутся. Ждет ли нас Третья мировая война? И какое будущее Ванга пророчила России? Ванга предсказала многие события, которые уже позади, происходят на наших глазах и еще только должны случиться. Какое будущее она обещала России и пророчила ли Ванга человечеству Третью мировую войну? О том, что глобальные предсказания и ясновидящие сбываются, москвичка Лариса Сидорова ручаться не станет. Зато она с полной уверенностью может сказать, все, что Ванга говорила о ее семье, чистая правда. Вчера почему-то мне пришло в голову, как-то раньше я не обращала на это внимание, что она практически предсказала год кончина моего мужа. Она ему сказала в 79 году, что ты должен интенсивно работать в течение 20 лет. 79 плюс 20 будет 99. Он как раз скончался. Испытал на себе правдивость предсказаний Ванги Икерсаны Люмженов. Ему болгарская провидица напророчила должность президента Калмыкии. Будешь управлять, командовать людьми. Вот вижу, очень-очень-очень много людей. Я говорю, да у меня на фирме так не очень много, там где-то человек, наверное, 100-150. Негр, тысячи, тысячи, миллионы людей. Я говорю, какие люди? Она говорит, ты будешь главным, будешь своим народом командовать. Ванга очень хочет встретиться с президентом. Еще один свидетель чуда Ванги Сергей Медведев. Он вспоминает, как в бытность работы пресс-секретарем президента в далеком 95-м Ванга позвала Ельцина к себе на аудиенцию. Ей нужно было сообщить что-то очень важное. Но провидица была готова к отказу. Она сказала, что ей нужна хотя бы личная вещь президента. Например, часы. Получил категорическое нет. Но тем не менее, когда он так махнул рукой, он не очень категорично махнул, а потом в конце разговора сказал, разбирайтесь сами. Сергей Медведев отправился к провидице сам. У него тоже был вопрос к Ванге. Победит ли Ельцин на выборах? Но Ванга захотела говорить о здоровье президента. У него очень сейчас такая пограничная ситуация. И нужно очень беречь сердце. Именно в 1995 году Борис Ельцин перенесет два инфаркта. А в 96-м ему сделают шунтирование. Спустя 12 лет сердце Бориса Ельцина остановится. Почему Ванге нужно было предупредить президента? Неужели ее волновала Россия и ее руководитель? Она сказала, что она очень любит Россию. Что в России через... Ну, не сказал когда. Что в России очень скоро. Все будет очень хорошо. Все наладится. И люди будут жить прекрасно. Вот такой вот общий тон был такой разговор. Какое будущее Ванга предрекла нашей стране? Слишком много жертв принесено. Никто уже не может остановить Россию. Все сметется своего пути. Не только сохранится, но и станет господарем всего мира. Эти слова Ванга произнесла в 1979 году при встрече с мужем Ларисы Сидоровой Валентину. Позже записи с этой встречи он опубликовал в своей книге о Ванге. Но что за жертвы она имела в виду? И когда это произойдет? Она просто говорила, что Россия в послеапокалиптические времена станет духовным лидером планеты. И даже Америка признает это. Россия и промайкота – сычки славянских держав. Россия – проматерь всех славянских держав. Те, что отвернулись от нее, возвратятся в новом обличье. Россия не свернет с пути реформ, которые в конце концов приведут к росту ее силы и мощи. О будущем России Ванга говорила и в интервью журналисту Сергею Косторному. Я вижу, говорит, Россию, особенно землю, но особенно Россию, процветающую, богатой страной, которая будет служить во всем мире. А как этого достичь? Работайте, говорила я. Работать надо, не надо этого ждать. И не делайте зла. Но, по словам Ванги, у России будут единомышленники. Тогда же, в 79-м, она предвидела создание альянса, который сложится в далеком будущем. Три страны сблизятся. Китай, Индия и Россия. А вот реальность. Эти страны уже состоят в группе БРИКС, где активно сотрудничают в сфере экономики и торговли. Китайские солдаты маршируют по Красной площади во время Парада Победы в мае этого года. А Преображенский полк закрывает торжественный марш на параде в Пекине. Индия в июле вступила в Шанхайскую организацию сотрудничества, в которой давно уже состоят и Китай, и Россия. В рамках вот этих вот организаций начинает формироваться, только начинает формироваться, единая вантехническая политика. Ванга увидела больших политических игроков много лет назад. Это пророчество сбывается. Но чему еще предстоит сбыться? Провидица не раз говорила о борьбе за ресурсы и в первую очередь за пресную воду. Вода, вода, конкубре... Вода, вода! С каких пор вам говорю, что вода будет дороже золота? И вот это случилось. Положение со временем улучшится, только нельзя водой торговать. Она много раз повторяла, что не будет хватать питьевой воды на нашей планете. Вот данные доклада ООН. В скором времени человечество столкнется с нехваткой пресной воды. За последние полвека ее потребление утроилось, а многие страны уже в прямом смысле страдают от жажды. Ситуация с пресной водой на планете близка к кризисной. И этот кризис, по нашим расчетам, должен наступить где-то в году 30-35. Негласная борьба за ресурсы уже началась. США решили напомнить о себе в Арктике. Барак Обама принял участие в конференции с говорящим названием «Глобальное лидерство в Арктике» в регионе богатым и газом, и нефтью, и пресной водой. К тому же это борьба за владение северным морским путем. Когда Путин несколько лет назад сказал почистить Арктику, убрать оттуда наши жжавые бочки и реанимировать русскую Арктику, нашли же многие либеральные скептики и говорят, да зачем, что у нас внутри нет проблем. А сейчас, когда вокруг Арктики зашевелилась и Канада, и Америка, и даже Австралия полезли, мы сегодня с ними думаем, а какой же дальновидный был Путин. Согласно древнему пророчеству, описанному в хадисах, когда прольется кровь в Мекке, родится преемник Мухаммада Махди, а его появление предвещает страшные события для всего человечества. Согласно пророчеству Ванги, Третья мировая начнется с падением Сирии. Сегодня бытует мнение, что главный военный конфликт 21 века уже разворачивается на наших глазах. Третья мировая война по сути уже давно началась. Вот это ожидание какой-то глобальной войны мы сегодня живем в условиях уже возникновения и осуществления войн пятого поколения. Совсем нет, необязательно должен быть уровень схватки на уровне сверхдержав. В войну на Ближнем Востоке уже ввязалось больше 20 стран. Неужели и в этот раз Ванга оказалась права? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова